Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Давай начнем с выполнения задания, открыть колоду Это проще паренарепы, открываем и смотрим, и выпадает нам... А, железная голова, я его даже не узнал Отлично, так, железная голова у нас будет, да, лишняя ДНК Так, теперь поднять уровень персонажа и сразиться в боях Ну, сразиться в боях, это естественно мы пойдем искать Ой-ой-ой-ой, что я делаю? Нам же нужен Ванюшка, конечно же Ванька Так, найти еще 11 вот этих книжек Как меня это припарило, если честно, искать эти книги? Ведь я знаю, что они мне фиг дадут их А, нет, смотри-ка, дали одну Ну ладно, 10 еще остается 9 Я ничего не буду говорить, чтобы не сглазить А вот, как говорится, так Сырный телефон Ребят, спасибо большое, что вы поясняете в комментариях Что сырный телефон придумал сплинтер Для связи с черепашками Так Получается 8, да, уже? 7 Тихо-тихо, фортуна, не покидай меня Ну что ты, ну зачем ты даешь просто мутаген? Давай мутаген с чем-то С чем-то, не надо просто давать мне мутаген Так, получается, по-моему, 6 Еще 6 Так, допустим, 5 Ай, да, я сейчас всю пиццу, друзья мои, сфейлю здесь Просто всю У меня осталось уже чуть-чуть Опять сырный телефон Короче, все понятно Не хотят они мне давать Да и фиг с ним Следующая серия, я думаю, мы с тобой насобираем Так, поднять уровень персонажа и Ну и все, в принципе Мутаген у нас есть 8000, нормуль Нам хватит Давай-ка Ну кто там, е-мое, у нас? О, мутагеноид Собственной персоной Два А, не получится два уровня поднять Ну что же Сгодится и так Все, забираем награды наши И прямиком бежим с тобой на турнирную арену Так, ранг 41 Лига Сегунов Две звезды Лига Сегунов Две звезды Ну что, пора забираться, наверное, в Лигу Мастеров Я думаю Ребят, сегодня что у нас За день недели Пятница Так что Остается совсем чуть-чуть Так, ну что, давай проверим Армагона на прочность Я специально, ребята, делаю сейчас Рискованную ситуацию Иду против практически 60-х уровней Одним Армагоном И проверяем А ну-ка Ну, как видишь, Армагон здесь справился Теперь я делаю Практически такую же ситуацию Но только возьмем теперь с тобой Супер Шредера И хочу посмотреть Получится ли у него так же Бодренько забомбить всех с одного удара Так Смотрим 15-20 Верочка Да Ой, тихо-тихо-тихо Е-мое, я не заметил Но все равно, друзья мои Можно сказать, что удачно получилось Потому что на Черепашке Висел постепенно урон Даже если бы мы ее не добили Все равно она бы погибла Ну что, 1-1 Давай смотреть Следующего персонажа Это будет у нас Усаги Но надо найти Подходящего уровня Вот Нет, ну тут майке Это не годится Вот, вот это вот Берем с тобой Усаги Что-то мне подсказывает Что сейчас он сфейлится Ой, друзья мои Сфейлится по полной программе Почему? Ну, во-первых Сколько раз я уже повторял Усаги не всегда вишает Постепенный урон В отличие от Супер Шредера У него достаточно маленький Ну, меньше намного Чем у Супер Шредера Сейчас проверим Может быть, я зря наговариваю Так, он крутит Слушай, ну Смотри Вполне на уровне, ребята Вполне на уровне Так что Усаги тоже прошло это испытание Теперь Остается у нас Леонардо Да Давай проверим Мы как раз с тобой перебрались В Лигу Сегонов Три звезды Сутое место Берем теперь Отдельно Леонардо Так Шестнадцать Тут немножко уровень завыше Ну, ладно Пускай будет Я сделаю, ребята Скидочку небольшую Возьму Леонардо И для подстраховки Возьму Зэк Блин, Зэк будет первым ходить А как тогда сделать нам Твою дивизию Блин Чё-то я разволновался Я даже не знаю Кого взять там с ним Ну Блин Карайка у него Инициатива большая Давай нейтрализаторы Всё Да ёк Макарёк Муха Куда ты лезешь Всё Раз Два Три В любом случае Эти ребята Трупики Потому что У нейтрализаторы Инициативы Ё-моё Очень хромает Так Давай проверять Леонардо Как у него с этим Дела обстоят Как обстоят Друзья мои Ну Не забывай Что здесь немножко Повышенный Всё-таки был уровень Так что Можно сказать Что кому-то Сейчас крышка А может быть Даже нескольким Смотри-ка Выстояли А ну-ка Ой Зачем ты делаешь Ё-ка Фу Ты добил Ребята Если бы он не добил Рокстеди Его раздавил бы Потому что На нём висел Контр-атака Я увидел Только после того Как Север Мотос Пошёл его пинать Ну что Я тебе скажу Леонардо В принципе Ребята Вполне был На уровне Так Теперь давай Посмотрим Блин А как мне сравнивать Извини меня Моих Провокаторов По отдельности Вот как Ну Беру я Например Железный Гол Нет Давай возьмём Тимати Возьмём Тимати И с ним Пойдёт Вместе Раз Два Три Четыре Вот это Команда Ну Тимати Не сможет Держать Уровень Друзья Мои Потому что Он слабее Он самый По моему Самый Слабый Танк Из Которого У меня Высокого уровня То есть Ну Сделает Например Карайка Даже крик Души Пауку Сбросит Свою Паутинку Хиляться Мы не будем Просто Сделаем Плевок Окей Да ну Да хорош Блин Ну Тимати Е-мое По-моему Сейчас мой Эксперимент Бедным тазом Укроется Ну вот Смотри Берём с тобой Провокацию Да Сейчас Понизим Атаку Нет Тут Что-то Не особо Хорошо Получается Именно Так Ну здесь Он держит Понятное дело 58 уровень Тут тоже 60 Именно Для Таких Ребятули Которые На 10-15 Уровни Слабее Он ещё Тихо Ты Лево Чуть Было Тут Не шуганул У нас всех Так Подожди секунду До Нателлы Будет ходить Да Ну-ка Нет Хиляемся Тогда Друзья Мы Хиляемся С разбега Кого Будем Вот Беги Тимати Беги Пич Я тебя Умоляю Смешишь ты меня Нет Ребят Вот Сам прекрасно Видел Тимати Он ничего Не может Делать У него Одиночные Атеки Он может Только Сделать Небольшой Баф Накрит Атаку Теперь Давай Протестим Железноголовый Железноголовый Он По крайней мере Ребята Может Поджечь Повесить Постепенный Урон У него Есть Массовая Атака Причем Он Провокатор Который Замедляет Врагов Это Кстати Немаловажно Правда Это замедление Как-то работает Паршиво Если честно Но Тем не менее Такая функция У него Есть Вот Смотри Так 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 Слушай Я что-то набираю Набираю Хапаю Хапаю Мы не забываем Что у Железноголового Очень слабая Инициатива Но Сейчас он Единственное Может только Взять за счет Уровня То что он Восьмидесятый И скорее всего Он будет ходить Первым Хотя не факт Давай сделаем Так наверное Бафчик с тобой Повесим Кому-то Кому-то Сейчас Ребята Может Быть Крышка Так Замедляшку Причем На всех Ну Нифига Ты Доник Йо-йо-йо-йо-йо Тихо Ребят Тихо Вы ничего себе Вы пробафались Хорош Это не смешно Уже на самом деле Так давай Сделаем Массовую атаку Хотя бы С броню Со всех Надо сбить Сбил Да Что-то Как-то ерундовенько Получается Хила у нас Тут с тобой Нету Да Хиллера Нету Этот свой Брейкданс Пляшет Тогда нам Придется Брать защиту Ребята Придется Брать защиту И я тебе скажу Больше Мы с тобой Не сможем Сейчас Применить Массовую атаку Почему Потому что Например Сплинтер под броней А нам плевать на сплинтера Верно? Верно Вот так вот Нет Железная голову Все равно Намного лучше Чем тот же самый Тимати Это я тебе точно говорю Намного лучше Прям вот в разы Да Ну Рокзар Рокзар Ребята Он такой Универсальный Он в принципе Неплохой танк Самый Самый Лучший Провокатор Для меня На данный момент Это именно Рафаэль Почему? Потому что У него есть Контр-атака Контр-атака Я могу Его одного Выставить И он будет Практически Один Вырубать Всю оставшуюся Команду Он всегда был У нас Честно говоря В почете Всегда Ребята Именно как Провокатор Никакой Рокзар Железноголовый Не встанет И рядом Вместе с Рафаэлем Поверь мне Даже рядом Не встанет Так Так что Делайте выводы Друзья мои И кто-то Просит Рэй Я начал например Играть в эту игру Или еще что-нибудь Дай пару советов Я тебе могу Сказать пару советов Берешь Находишь Самые начальные Серии по этой Игре И просто Не делаешь Моих ошибок Вот и все Это элементарная Как говорится Помощь Там ты можешь Посмотреть Где я ошибся Что я сделал не так Кого я прокачивал О чем я потом Пожалел Все Абсолютно досконально Ребята Извините меня Серии почти 600 Уж что-то Можно Для новичка Из этого контента Выбрать Так а что это у нас А это у нас Носорог Ну так как Не прокачан Удар По этому Слабенькому Ударили Конечно же Давай Гранату Плюнем Вот И касается Это многих игр Когда Мои подписчики Пишут Рэй Я начал играть В такую-то игру Подскажи мне Какого взять Персонажа Подскажи мне Как это Дело в том Что Как по мне Лучше Лучше Именно в игровой Индустрии Учиться на своих ошибках Так ты Наверное Как тебе сказать Больше прочувствуешь Где ты прав Где ты не прав Кого тебе выбрать Когда Например Есть вот такие Знаешь Как тебе сказать Лесплейщики Они показывают Подноготную Да Нет Это конечно хорошо Когда он рассказывает Там например Какие-то Команды Более успешные Которые могут рулить Например Там в Харстоуне Да Какую колоду взять Против кого она играет Но опять же Все это идет Рандомно Относительно Ты не можешь Выбрать одну колоду Или Одну команду И ей играть До посинения Нет Нет такого Ни в одной игре Такого нет Ребята Есть имбовые персонажи Есть У кого-то Пускай даже слабые персонажи Но они прокачаны Так охрененно Что Любые эпики И легендарки Просто Тихо В уголке там стоят И покурят Понимаешь Нету Идеала Нету идеала Вот и все Но Ты можешь Приблизиться Ты можешь Например Выбрать для себя Там Определенных Персонажей Которые более-менее Справляются В определенной Там Теме Да И ей Играть Немножко Ее Корректирую Потому что Ты знаешь Прекрасно Что в играх Есть такая Специфика Если бойцы Например Становятся Слишком Имбовыми Их Либо Понижают Разработчики Либо наоборот Повышают Как бы Есть такая Профилактика Ну В этой игре Вот именно В черепашках Такой профилактики Нету Потому что Ей не занимается Уже Сколько Три года По-моему Да А может даже И больше До сих пор Не понимаю Почему они Отказались Дальше В нее играть Кто-то мне писал Из-за того Что ее взломали Из-за того Что Ребята Ну если вы Забрасываете Игру Определенную Ее рано или поздно Конечно же Взломают Естественно Но вы же можете Сделать Сколько игр У нас взломанных Да практически все Именно на Android Да Практически все Но есть Такие хорошие игры В которых Например Не грех Что-то задонатить Ну я имею ввиду Купить там что-то Особенно Если это не влияет Именно на игровой процесс То есть Как бы Ты покупаешь Чисто для себя Или чисто в благодарность Когда Например Какие-то там Игры Стенка на стенку Или стратегические игры И Где все решает Донат Практически все А еще тем более Если это игра Например Не только российская Да А европейская Например Как в свое время Помнишь Хасл Касл Мы играли Почему все Похерилось В одночасье Я знаю Что разработчики Пошли за Шальными деньгами Я знаю Что они Открыли сервера И я бы не против Был бы Если бы они открыли сервера Чисто европейские Пускай Европа Играет там На своих серверах Оставьте вы Для россиян Наши Русские каналы Где будут Чисто играть Русские ребята Нет же Они все взяли Объединили И соответственно По отношению Наши зарплаты Европейские Ты сам понимаешь Да Например У нас зарплата Там 30 тысяч А у них Извини меня 350 тысяч Есть разница Да Что он может Себе позволить Обычный там Подросток И наш подросток Что может Да ничего не может Ребят Поэтому Вот это вот Разграничение Оно очень сильно влияет Почему многие люди И забрасывают игры И почему Игры Падают в рейтингах Да 10 донатеров Сидят там Ё-моё Кормят эту игру А с кем им драться Народ уходит оттуда Потому что невозможно Потому что их давят Их прессуют В принципе Как бы это не их вина Да Не Донатеров Есть деньги Он задонатил И он не виноват Что слабые персонажи Слабые игроки Уходят А слабым игрокам Тоже не нравится Когда постоянно Получают люлей И он хочет Например Хоть раз в жизни Попасть в топовое место В этой игре И у него не получается Конечно Это будет любому обидно Любому Ребята игроку Это касается Не только Андроид игры Это касается Очень многих ММО Почему Рано или поздно Они начинают Загибаться В принципе Из-за того Что включают донат Вон Смотри Вот Варкраф Бери пример Там есть донат Да Но он не влияет Никак на Игровой процесс Ты можешь себе купить Там ездовой живот Ты можешь поменять себе скин Там еще что-нибудь Но никак Ну есть там конечно Премиум пак Который тебе дает Возможность раскачаться До сотого уровня Ну например Я играл когда-то Да Забросил игру Или там потерял аккаунт Я не хочу например С первого уровня Опять до сотого Подниматься Заниматься этим фармом Это Я покупаю себе Там за сколько За опять же Символическую сумму Там не стоит Там тысячами Там миллионами Купил себе Там за 800-600 рублей Я уже не помню Там точно сколько И играешь себе В своем удовольствии Все А дальше ребята Решают только руки В той игре Как говорится На шару не прокатит Ну естественно Там нужно и разбираться Во многом В скиллах В ДПСе И так далее И так подобное Опять же Зависит за кого ты играешь За кого отдаешь предпочтение То есть там очень тяжело Если у тебя кривые руки Пойти в какой-то рейд В хороший рейд Естественно На фарм Ну то есть Надо играть Уметь играть Вот А чтобы уметь играть Естественно Нужно потратить Ну определенное количество времени Там не получится так На шару Дайте мне Какого-нибудь там персонажа И я буду играть В свое время Мы С моим Очень хорошим другом Играли в игру Атлантика Ну может быть Многие из вас Даже и такой игры Не знают Это пошаговая РПГ-ха в свое время была Так Я не помню Какая фирма Представляла Эту игру У нас на российском рынке Я знаю только одно Что она потом развалилась Вот И эта игра Короче Они отдали наши аккаунты Все на американские сервера Ну Кто захотел Тот вернул Пошел То есть если не захотел Тот не пошел Тот Ушел в другие проекты Так вот Игруха мне офигенно нравилась Но Опять же Ребята Включаются донаты Там Команчера Как вспомню Там еще Извини меня Ребята там Имели свой бизнес Там Дорожные там Всякие там Ну там Деньги крутились Офигенные Как в игре не выходишь Там знаешь По принципу Perfect World Помнишь там тоже Когда кто-то что-то получает Вывеска получается На весь мир То есть все Играющие Люди видели Что какой-то персонаж Например Получает То-то 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 Так вот Когда они начинали играть Они играли Практически все время С донатом И с донатом С офигенным Ребята Просто Там никто рядом С ними не стоял Там просто Вбухивались Там Наверное Не побоюсь Миллионы Там потом Громкое дело Было За подкуп Ну это Уже Как бы Сейчас Не важно Вот И против них Вот Представляешь Один человек Мог выстоять Против нашего клана А я тебе скажу Что наш клан Был далеко Не на последнем месте В топе В топе Ребята А он Один Выдержал То-есть Он один стоял Мы к нему заходили В бой С ним Мы как эти Как семечки Отлетали от него Причем Он стоял один А мы на него Нападали три То-есть Там получается У каждого персонажа Был свой отряд В нем Девять персонажей То-есть Три Три впереди Три в середине И три сзади Ну сзади Обычно Всегда стояли Саппорты Хилеры Посредине В основном Дамагеры Ну и спереди Естественно Стояли танки Вот такая вот штука Ну кто захочет Может в интернете В ютубе набрать Атлантика И посмотреть Что она себе представляет Вот И вот он один стоял Выстояла против нас А нас Извини меня Там человек По 15-20 Заходила в бой Ты представляешь По 15-20 человек У каждого По 9 персонажей И они выставили Так О какой справедливости Может идти речь Ну все равно Несмотря на это Ребята Мы играли Мы играли У нас был очень Дружный клан Мы Мы так сдружились Что даже Другую в гости Ездили там И общались И у нас Вообще там Очень классно Я даже вот С некоторыми людьми До сих пор общаюсь Хотя прошло уже Сколько Наверное лет 6 или 7 После того Как все это дело Накрылось Когда расформировали Игру И даже больше Наверное В Айон 2 Когда мы играли Даже такого не было У нас сплоченного Коллектива Как именно В Атлантике Вот нравилась Мне вот такая Пошаговая боевка Потому что Там именно Пошаговый Ход ты делаешь Ход враг Ход ты Ход враг Типа как Финал фэнтези Вот такая вот штука И прорисовка персонажей На тот момент Была относительно Хороша Сейчас то конечно Ты посмотришь Скажешь Ё-моё Что это такое Хотя до сих пор Игра развивается Правда на корейских И на американских Только серверах У нас ее нет У нас есть Открыт На одном сервере Игруха Это Атлантика Но Я бы даже сказал Что это больше Как тебе сказать Любительский сервер Кто-то там Под себя его взял Ну и что-то Пытается делать Но мы как-то С другом опять Зашли туда И половина квестов Не работает Там правда Обещали его доделать Ну Как-то уже знаешь Перебило желание После трех Или даже четырех Лет игры У меня друг Туда тоже Немало денег В бабахал Там целые зарплаты Туда улетали На ездовые животных Там на всякие прокачки На всякую руду Да Хорошие были времена Так вот Все К чему я вообще это говорю Ребята Никогда нету дела Всегда пробуйте Что-то свое Понимаешь Ведь Интереснее найти Что-то свое И чтобы уже Не ты На кого-то равнялся А чтобы на тебя равнялись Мне кажется Вот в этом И есть вся вот Суть вот этих вот Игр Которые именно состоят Из Как тебе объяснить Из Не из одного персонажа Да А вот именно Из командной Из командной игры Это Это Айдол Хирус Помнишь Такую игру мы играли Я играл Ну Я опять же Любителем был Я посмотрел Ребят Которые играли В эту игру Офигенно Просто офигенно Они шарили Они шарили Кто с кем Куда и что И как и почему Кто за кем должен идти Друган у меня Тоже играл в игру Одну Андроид Как она называлась Сейчас не помню Вы мне Ее предлагали Как-то поиграть Вот Он тоже в нее Проиграл 4 года Она просто ему уже Он устал от нее Элементарно Ребята Устаешь От одного И того же Например Клэшн Клэнс Я помню Такая игруха была Один парень Столько туда вдонатил Как сказал его друг Он потратил Ни одну Ни одну квартиру В Питере Можно было бы купить За те бабки Которые он туда Вбухал То есть Ну как бы Делай выводы Да До чего Вот Людей доводят Вот эта вот Индустрия Игровая Что они туда готовы В такие суммы Вбабахивать Так же как В КСК Гоу Те же самые там Вот эти Как они называются Когда у тебя Изменяется вид Оружия Там наклейка Офигейка Я уже не помню Как они там Они же тоже Бешеный денег стоят Особенно там Редкие Эпические Там офигенные И ведь покупают Понимаешь Покупают эти кейсы Ё-моё Берут За офигенные бомбки Ну это конечно Те берут У кого Эти бомбки есть Когда их нету Ну И согласись Приятно Очень приятно Когда ты Обычный игрок Наказываешь Какого-нибудь Чувачка Который туда Вдоначивает Извини меня Сотнями Тысяч рублей А ты Простой Обычный парень Да Как говорится В штанах Три рубля Просто наказываешь Его своим Профессионализмом Вот это Вот это Всегда топчик Я всегда уважал Тех ребят Которые Просто наказывают Именно вот таких Мажорчиков И все То есть Как говорится Для меня деньги Ничего не решают Я пришел Наказал Там подбил Отстрелялся Топчик взял И все И не имеет значения Какой там против меня Выходит донатер Это ж круто Вот так вот Ребят Ну Вроде вас Немножко Так Сказать Отвлек От игры Надеюсь Своим разговором Потому что Я и сам отвлекаюсь Потому что В данный момент Мы с тобой До сих пор В лиге Мастеров Одна звезда И Ну это хорошо Что уже в лиге Мастеров Это хорошо Потому что Нам Нужно с тобой Взять уже Ну Завтра Послезавтра Обязательно Топовое место То есть Мы должны уже Там находиться И ни о чем Как говорится Не думать Сегодня пятница Сегодня у нас Кстати событие Открывается Даже два Вот я думаю Стоит ли идти на них Или нет Блин Опять я Просоволосился Да Опять я Нет Подожди Может быть Мы все таки успеем С тобой Рокстеди Ну давай Покажи мне Шенигами На что ты способна Сможешь Рокстедию шатать Ну Красава Не ожидал Вот чего Чувата Не ожидал Молодца Вот И поэтому Когда вот Говорят Рэй Вернись Там в Хасл Касл Поиграй Там обновление Ребята я понимаю что там обновление Я понимаю что там много чего изменилось Не изменилась Сама структура доната Она не изменится там Понимаешь Она уже там все это поглотила Поэтому смысл туда возвращаться И таких проектов много Очень много Начинается вроде бы Скромненько Тихенько А потом все больше 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 Делайте покупок Больше Если вы не делаете покупки Вы не развиваетесь Или развиваетесь Ну очень 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 Медленно Тоже надоедает Я понимаю А потом они удивляются Почему наши игры взламывают Там или еще что Да вот потому что Потому что вы не даете ребятам Нормальным Честно Просто играть Они могут там Знаешь Своей Теме копошиться Как червяки Знаешь Своего дивизиона Е-мое Между собой там Какие-то маленькие Тусовочки делать И все А высшую лигу Там куда-то Им просто не пробиться Их просто Не пропустят Не пропустят Из-за того что У тебя нет денег Ты не можешь донатить Иди гуляй Вася Все Обидно конечно А человек Тратит время Извини мне Свое Да И здоровье То же самое Сидит Играет Дринкает Смотрит Эти Экранчики Маленькие Естественно Так что Ребята Играйте лучше Как говорится Честно Честно По крайней мере Если ты заборешь игру Тебе не будет Жалко тех денег Которые ты потратил И ты жалеть Не о чем не будешь Единственное Ты будешь жалеть Это о потраченном времени Все Это единственное О чем ты можешь Пожалеть Но зато ты скажешь Я туда ни рубля не вложил Вот и все Со спокойной душой Знаешь Как будто Ничего не теряю Просто удаляешь игру С телефона Вот и все Так Ну что ребята У нас по моему Последний поединок Я так понимаю Там один персонаж Остается Но У меня откатов нету А Можно конечно Сейчас приобрести И отыграть его Но зачем Идем вроде бы Все равно неплохо Я думаю Завтра мы с тобой Увидимся и продолжим Да И уже наверное Все таки возьмем с собой Лигу Костеров Три звезды А может быть Как помнишь Серии так Четыре или три назад Мы Просто зашли Поиграть И взяли тупое место Причем так быстро Что я даже сам не ожидал Мы с тобой займемся чем Испытание Ребят Конечно Но я думаю На Армагошем Идти не стоит Я правда забыл Что там разыгрывается У Армагона Слушай Я действительно забыл Что разыгрывается У Армагона На Эпизоде 6 Стоит ли там вообще Заниматься фармом Так Негодники Вот Смотри Блин Хотел только похвалить Думаю О хорошо пошло А потом смотрю Девяностые Девяностые Семьдесятые Думаю Куда я лезу Куда я лезу Вот этим вот Сбродом Но все равно Один поединок Я попробую Ребят Отыграть Против девяностых Тут Даже Делать нечего Ребят Тут даже У Саги По-моему Нам Не боец Ребят Ну смотрите Сейчас Сейчас расклепают Будь здоров Это я тебе точно говорю Пипец просто Че вытворяют А Че вытворяют Ну давай Так Попробуем Ага Тимоти Ну давай Возьми Провокацию Фиг с ним Другого варианта Все равно нету Попробуем Сейчас вертушку Но это Только первая волна Их тут три Я уже потратил Все практически Супер удары Особенно Самые главные Ай Давай Сделаем баф Ну Сплинтеры Сейчас уж Стоит Потому что Кто-нибудь Сейчас Сделает Супер Атаку Так Так Тогда нам Выгоднее Вот здесь Звездануть Постепенно А Война Атака у тебя была Окей Но этот погибнет Все Опять же В этой команде Нет хила О Все Ну тут понятно Песенка спета Тут хан Тут блин зек Да Конечно Ну все Ребята Сейчас поплывем Так Естественно Тут месть Срабатывает А вот она и бомбочка Воу Я удивлен Что сплинтер выжил Ну Смотри Опять же Ванька есть Да Опять же Красивый король У всех Есть массовые Атаки У всех Да Это событие Как-то мне Не по плечу Оу Сплинтер упал Да Обидно Конечно Ну А я ничего сделать Не могу Ребят с этим Вот Бомбитесь Только Можно было бы Конечно Взять провокацию Но она бы здесь Ничего не решила Я имею ввиду Именно Железноголовым Ну вот Че 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 Ты Вот тут Делаешь Ну давай Так Вырубили С удара Возьмем провокацию Плевок Понижает Атаку Ладошки Массовая Атака Опять же Провокация Ну вот Как тут Быть Да Немножко Даже Обидно Не стало Как это Мы так С тобой События Не можем Пройти Что Придется На армагон Идти Ну раз Здесь Мы с тобой Ничего Сделать Не можем Придется Идти На армагон Я думаю Ты сам Целассичный Да Офигеть Это мы только Крип уложили Массовая Атака Пошла Заблокировали Ну че Делаем Масуху В нашем Усаге Шурк Так И добивку Надеюсь Ну постепенка А Все Не Друзья мои Ну а дальше Ты призываешь Там че Получается Сутые уровни будут А на третий Сто Я не знаю Я не знаю Как будет Снаряжение Негодники Получил Заживись А тут почему-то Восьмидесятый Как-то тут Несправедливо Немножко Значит Здесь девяностые А здесь Чисто восьмидесятые В чем прикол Я не знаю Поехали Здесь Может быть Мы еще и пройдем Хотя Я не уверен Сейчас Хан тут Начнет Выпедриваться Ну что Блокернуть А мы его Можем рубануть Раз Два Обожаю Пассивку Именно Усаги Так Пошел 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 Эть Ну нифига Ты Ну нифига Ты врезал Блин Ну что тут Я могу сказать Ребята Естественно Тимати сейчас Отдуплится Понятное дело Даже его Танец Не поможет Нам Нет Хотя Если через провокацию Ну опять же Ой Я хотел провокацию Я хотел провокацию А не ракеты Бред Нет Ну если бы У нас был бы Прокачан сплинтер До соточки Железноголовый До соточки Да И кто у нас Вот погиб Тимати Да я думаю Что Тимати На соточки Тоже бы особо Здесь Не решал Давай смотреть Правде в глаза Сплинтер На соточки Ой сплинтер Тимати На соточки Ну что бы он сделал Ничего Так же стоял Задом Своим трес И так же Получалось бы Звездюлей Вот и все Потому что Ну Из него провокатор Ну я не знаю Ребят Не очень Ох Смотри Команда Гуфи Тут один Армагон Сейчас может Блин А все массовики Все абсолютно Все ребята Массовые атаки имеют Мутагеноид Микавюн Нейтрализатор Джастин Как вот здесь Ты извини меня С ними драться Ну как Да никак Сейчас будут Дубасить нас По черному Смотри Пошло Поехало Так Я удивлен Ну этот добил Ну все Что бы тут Не делать Ребят Нам Здесь не выжить Промахнулся Этот хвостом Бомбанет Тоже промахнулся Удивлен Псс Зашибись Вообще Заблокировали способности Красавчики Плюс он под защитой Фиг его пробьешь Ой-ой-ой-ой Ну давай Сделаем массовую атаку Она мне здесь Ничего не решила Вообще Ну и что Ну О Все Удар Да Ребят Трэш С сотого уровня У саги Запинали Восьмидесятники Но извини меня Я один А их там Целая команда Бесполезно Так Ну что Поехали Попробуем Ребят Я не помню Кто разыгрывался Если кто-то путевый По-моему Тут черепашки Космос По-моему так Могу ошибаться Конечно Подожди А что это у меня Четыре Подожди Разве там Четыре персонажа Всего берется Да Что-то Нифига Ребята Я Как будто В первый раз Сел за игру Разве Четыре персонажа Они Как обычно Пять Ну да По-моему Четыре персонажа Только берется Ну-ка Сейчас проверим Да Ребят Четыре персонажа Четыре персонажа Четыре Пуганулся Думал Кого-то я не взял Нет Все отлично Так Ну Майки здесь Врубают Кстати Вот Микеланджело Здесь лучше Ребят Наверное Нам Убрать От него В данной Именно В данном Этой Как назвать Даже не знаю Ну в данном Испытании Толку будет мало Хотя Его уклонение Очень даже Хорошо спасает Жизни Особенно Когда он бросает Свой баллончик Согласись Так Я хочу Да Друзья мои Слушай Ну стоит Тогда проходить Лишь только Из-за того Что здесь Будут разыгрываться Ну точнее не разыгрываться А здесь можно будет Пофармить именно Черепашек Космических То есть Нам На Леонарда Там сколько не хватает 8, 7, 10 Я уже не помню Сколько там ДНК То есть Вот тебе Элементарный шанс Проходишь испытание А мы его можем Пройти спокойненько Я знаю точно Что на Армагон Мы проходили испытание Причем неоднократно Вот мы его пройдем О Началось веселье Мы его пройдем И соответственно Уже Сможем фармить Как бы это вообще Идеально Да Да Это идеальное место Для фарма Именно Космических Черепашек Так ну что Давай двигаемся дальше И вот Самое удивительное Если у кого нету Не накоплен Армагон Я уже это правда Во многих сериях говорил Это вообще Идеальное событие Для накопления ДНК На Армагона Ребята По 3 Потом в конце Ближе к концу Там уже будет по моему 3-4 ДНК То есть вообще Топчик Очень быстро Вы его Можете собрать А если вы его соберете И если вы не поленитесь Его прокачать То вас вообще ждет В дальнейшем Просто Кайф Вы будете Проходить Аренку Ну я конечно не скажу Что На 100% Все Потому что Один Армагон Он не решает Ну Попадать В лигу Мастеров Вполне реально Именно с ним Тебе достаточно Прокачать Армагоны А я больше уверен Что у тебя до Армагона Еще кто-то будет прокачанный И вот этой Лютой командой Просто идти И рвать арену Все Больше ничего не надо У тебя ничего больше не требуется Понимаешь Прокачать Это событие Не так уж И редко выпадает Именно Армагеддон Называется Да Оно довольно частенько Выпадает И собрать Я думаю Только ленивый Наверное не соберет Остальным это все По плечу Это тебе не супер Шреддера Собирать И не Кренга И тем более Не кроликов Армагон Проходишь События Плюс еще Ты можешь Фармить Вообще На изи Так что Ребята Дерзайте Всегда приятно Читать в комментариях Когда кто-то Получает нового персонажа Да Рэй Я получил там этого Или я прокачал там Того-то для Доплатенного ранга Это же круто А раз ты прокачал Значит ты играешь Честно Ты играешь без ломки Это еще приятнее Вдвойне Понимаешь То есть человек играет Он думает Он не просто так Как амеба Знаешь Сидячий А вот у меня есть Прокачанный персонаж И я вот буду Вот этим вот играть И все Нет Делай какую-то Определенную команду И все И будет успех Ну что Последний эпизод У нас Да с тобой Погнали Сейчас мы тут Задницы надерем Ну и естественно С тобой Начнем фармить Правда там у нас Наверное Мало Сыра будет Что-то мне не нравится Как он здесь Звезданул Сразу Начал с ракеты И понизил нам Атаку Очень плохо Так ладно Уклоняшка есть У него еще не забывая Остается удар Этого Мтерита Я вот не знаю Стоит ли сейчас Сделать У армагона Тоже пониженная Атака Давай тогда Сделаем таким же образом Опа Нормуль Нормуль Теперь плюс Вертушка от Ленарда Четко Зыбанно И сделаем вот так вот Айперкотик С постепенкой Надеюсь Да Пумс Промахнулся Лузерок А мы с тобой Подпитку делаем Подхил И валунчик В довесочек Но Постепенно А Не успеет Постепенка мы его так Зашкерим Почистим И пожарим Как говорится На ужин На сковородочку Вот А теперь давай посмотрим Что у нас Представляется на выбор Есть 4 ДНК В конце Круто Круто Раз Два Три Четыре Так Есть где Блин Куда ни глянь Везде нейтрализатор Что здесь Что здесь Но здесь можно Вытащить 6 ДНК И у нас Это будет 10 сыра Одна попытка Эть Спасибо большое 3 бакса Я очень рад Я очень весел Ну что В принципе Неплохо Единственное Меня конечно Расстроило Наверное Вот это вот Событие Негодники Ну прям вообще Ребят Расстроило Офигеть Как Так Погоди Что это я не врубился А Ну да Я это не стал проходить Понял Понял Вот Вот ребята Тут тоже кстати Идеальный фарм Ну это я имею ввиду На черепашек Из космоса То есть Так как мы с тобой Это все уже прошли У нас еще 2 дня С тобой впереди Мы будем с тобой Элементарно Заниматься фармом Ну и Тянуться к топовому месту Как бы Я думаю Что все на сегодня Ребята Что смог То и сделал Здесь я тоже все Пособирал уже Сколько 651 доллар Один откат Вот у меня остался А У нас есть Мутаген Мы можем с тобой Знать что делать Поднять Поднять уровень Нашим бойцам Например Микеланджелофильм О 55 уровень Норм Норм И теперь Да Теперь можно закругляться Так что Друзья мои Всем пока Всем удачи И до новых скорых Видосико Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Юные таланты Чувак Поприветствуем Юных зеленых ребят Поначал спасают Всех Сами почти не спят Очень крутые Их дом далеко Под землей Не унывая Поедают Пиццу горой Ничто не остановит Этих чуваков Ведь уровень Мастерства Довольно неплох Они скрывались В тени Но время Сделать ход Героям лавры Злодеев расход Леонардо Лидер В синем он Его кредо По жизни Ниндзя закон Донателло Обожает изучать машины С Рафаилем Никогда не будет Грустной мины Микеланджело Просто неповторим На любой вечеринке Он номер один Мастер спринтер Конечно научит Всему Эту безбашенную Черепашу команду Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Юные таланты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok